Приветствую вас, и давайте мы не будем вот так вот сразу говорить о том, что у вас есть какие-то суеверия, да, и всякое такое, то есть вот вы пишите, да, про приметы и суеверия. И действительно неприятно снова и снова повторять одно и то же действие, при этом четко знать, что оно закончится совершенно определенным результатом. Я думаю, что, знаете как, вот если у вас возникли определенные последствия при ваших действиях в первый раз, вы получили опыт, негативный опыт безусловно, но тем не менее опыт, каким бы он ни был, это опыт. И спорить с этим, с тем, что это опыт, ну я не думаю, что имеет смысл. Далее. Вы ведь не знали о том, ну к чему приведет то, что вы делаете. Вы не знали о том, что будет в результате того, что вы делаете. Вы этого не знали и знать, конечно же, не могли. А когда это случилось именно в первый раз, да вот это было просто случайность. Но, видимо, что-то на эмоциональном уровне все же вас задело. Задело почему? Ну, это связано, например, с тем, что значит для вас та вещь, которую вы потеряли, допустим. Связано это с тем, при каких условиях это произошло и так далее. То есть, вообще-то говоря, причин может быть очень много. Но когда подобное произошло во второй раз, вы уже что-то за себя подумали. Выработалось определенное эмоциональное состояние. Вполне вероятно, что вы почувствовали в определенный момент, что у вас что-то изменилось, у вас, знаете как, может быть потерял, был утерян, по вашему мнению, контроль над ситуацией. И вы стали бояться. После второго раза вы стали бояться, что это произойдет вновь. И поскольку вы этого боитесь, то инстинктивно, также не понимая, почему происходит то или иное негативное для вас событие, интуитивно, инстинктивно, на уровне подсознания вы провоцируете сами ту ситуацию, значит, при которой произошли последствия, что вас не устраивает. То есть тот факт, что вы боитесь, и определяет повторение этого вновь и вновь. Что нужно сделать вам? Прианализировать условия наступления негативных последствий в первые два раза. Потому что именно первые два раза характеризуются наибольшей степенью случайности того, что произошло. И как только вы поймете, почему же так случилось, не думаю, что для вас будет проблемой выявить причину и скорректировать свое поведение именно исходя из этой причины. То есть тут нужно просто проанализировать. Вот вы говорите, что я, например, не верю в приметы и суеверия. Хорошо, приметы и суеверия вы не верите. То есть именно в магическое и мистическое объяснение того, что с вами произошло, вы не верите. Вы молодец в этом. Но какое-то же объяснение все-таки есть, ведь если этого объяснения вам не найти, то вы так и будете думать, что что-то вам не подконтрольно. И неприятные эмоции, волнение, которые у вас вызывает самая ситуация и то, почему вы написали нам. Это связано с тем, что вы чувствуете утерю контроля. Потеря контроля над своей, ну над чем-то принадлежащим вам. Потеря контроля над чем-то, что вас волнует, что важно вам. И есть тот самый ключевой момент, который вас напрягает. И чтобы контроль восстановить, необходимо, необходимо понять причину утери контроля. А чтобы понять причину утери контроля, необходимо проанализировать каждый момент того, что у вас произошло. Понимаете, вот так вам нужно поступать. И вы правы в том, что это не мистика. Это не что-то такое, знаете, странное, непонятное. Это абсолютно естественная ситуация. Просто у вас нет понимания ее. Понимание достигается через понятие, через понятийный процесс, через анализ и, собственно, методы познания. Вот это именно то, что вам нужно сделать. Я думаю, что если вы сами хотя бы проведете анализ того, о чем я говорю, то я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы, я не думаю, что это будет вас беспокоить в дальнейшем. Вот я уверен в этом на 100%. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и желаю вам удачного анализа. Продуктивного, точнее, анализа. Продуктивного, 2005